Микс Ньюс Радио Болтком Программа Абонент доступен Участие слушателей обязательно Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Абонент доступен В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев Поговорим мы сегодня об итогах года уходящего О политических и климатических, в том числе итогах Уже во второй части программы у нас будет климатолог С которым мы обсудим итоги года в этой сфере Да, начнем с политических событий И итогов на прямой связи по скайпу С нами политолог Валерий Соловей Здравствуйте, Валерий Дмитриевич Здравствуйте Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 672-13-93-9 Звоните, также пишите в WhatsApp 230-6191 Ну вот какие главные итоги в политике 2019 года можно выделить на ваш взгляд сегодня? В политике России или в международных отношениях? В политике России и в международных отношениях Давайте, все В России главная тенденция Это политизация То есть возвращение политики в российскую жизнь Эта политика долго из нее изымалась Раскассировалась, уничтожалась Вот она стала насильно возвращаться Насильно и насильственно в каком-то смысле Гоните в дверь, она влезает в окно в любую щелочку Помните, что Влада щелочку находит Вот эта политика Щелочку в Россию Я имею ввиду резкий рост числа протестов Преимущественно локальных Московские протесты лета Этого года, которые могут считаться Репетиции грядущих Общенациональных протестов Власти это, кстати, так и воспринимают Ну и общий рост политизации Общества Наши люди стали все больше интересоваться политикой Это очень хорошо замечать Хотя они сами для себя это политикой не называют Что касается международных отношений В частности взаимоотношений между Россией и Балтией Хотя, казалось бы, никаких взаимоотношений Говорить практически не приходится За исключением визита президента Эстонии в Москву Который трудно назвать удачным Я бы сказал, что есть признаки Указывающие на риск резкого осложнения Российско-балтийских отношений в целом Эти признаки Это риторика президента Рома и Путина Его рассуждения о том Как с точки зрения Кремля Выглядело и выглядит начало Второй мировой войны Я хочу сказать, что эта риторика Адресована отнюдь не Польши Она адресована в первую очередь странам Балтии То есть, заявление президента России Который назвал посла Польши В нацистской Германии Как раз там Даже не хочу в эфире повторять Но там много неприятных слов было произнесено Это обращение к Латвии, Литве и Эстонии было? Это размышления президента России Возможности превентивного удара В случае необходимости То есть, Латвия, Литва и Эстония Находятся под угрозой этого удара, вы считаете? Я считаю, что существует Возможность резкого обострения отношений В России Резкого и фактически внезапного Обострения между Россией и странами То есть, военный конфликт со странами Балтии Которые входят в состав НАТО Исключать нельзя? Я бы сказал, что исключать нельзя Его вообще нельзя было исключать И подготовка к этому конфликту Потенциальному, естественно Мы же не говорим о том, что он предрешен Он предопределен Мы говорим об этом даже Все-таки более, чем о возможности Говорим, как и вероятности Да, это существует И Россия уверена, что одержит Ну, Кремль, точнее Побьется однозначного успеха В столкновении с НАТО В случае конвенционального конфликта А для чего Кремлю и России Нужны страны Балтии? То есть, какой смысл, грубо говоря Начинать войну? Слушайте, речь не идет в любом случае О классической войне И не пошла бы, да? Это первое Второе, Россия, с моей точки Среди страны Балтии Совершенно не нужны русскому обществу Ему ни Сирии не нужна Ни Венесуэла Даже Донбасс не нужен Что уж говорить о странах Мы говорим все-таки о Кремле Политика формулируется Определяется Кремлем В частности, президентом Путина А президент Путин И ряд членов ближайшего окружения Очень сожалеют о гибели Советского Союза Которая классифицируется ими Как крупнейшая гепарачка Катастрофа 20 века И почему бы не взять реванш В конце концов Почему бы не переиграть историю? Я знаю, что такие настроения Присутствуют отнюдь не как гипотетические 6М2 12 93 9 6М2 13 93 9 Телефоны прямого эфира в нашей студии Звоните, звоните также из-за рубежа Код плюс 3 7 1 И пишите ватсап 2 3 0 6 1 9 1 Ну а российско-американские отношения И роль, опять же, постсоветских стран в этом Насколько она значима в контексте Их отношений к геополитике? Москва исходит из того, что Соединенные Штаты в случае такого конфликта Умешиваться не будут Он окажется в любом случае Дератичным Я бы сказал, молниеносным фактически Счет будет идти, конечно, не на часы Но буквально несколько дней Это первое И второе Ну это будут гибридные В случае конфликта Это будет гибридный конфликт Или гибридная война А второе Европа будет парализована У нас звонок радиослушатель на линии Так только что был Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 И 672-13-93-9 Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр меня зовут Да, я слушаю вас Я как гражданин России Немножко беспокоюсь Честно говорю Вот о таких высказываниях Что политика Кремля И одного человека Путина А если он заболеет Что-то с головой случится Это что, война, что ли? Но так не должно быть, по-моему Спасибо Да, спасибо Там такая реплика Государство, это он? Говоря академическим языком Этот разумный нормативистский подход Так не должно быть Но так есть А что касается заболела, голова Эти проблемы уже реально Зачем Но можно ли сегодня говорить о том Что Владимир Путин и есть российское государство? Вот государство это я Как говорил Людовик Да, в плане принятия ключевых Внешне политических решений Это безусловно так Я подчеркиваю Внешне политических Ибо внутри политические И экономические проблемы Его интересуют В гораздо меньшей степени Он ориентирован Исключительно в сферу внешней политики В сферу большой стратегии Как это называется Да, он обсуждает свои решения Но не всегда Какие перспективы можно увидеть В отношениях украинско-российских На ваш взгляд Прошла встреча в нормандском формате Какие тут итоги можно подвести? Пока это промежуточная стадия Но судя по тому, что делает Россия Охотно идя на компромисс В газовом вопросе Она уверена в том, что Следующий сделает шаги навстречу И ощутимые шаги в вопросе Статуса Донбасса И я знаю прекрасно, что До встречи в Париже Были предварительные договоренности Достатки о тех уступках На которые пойдет Украина Во время самой встречи И личной беседы Путина и Зеленского Он эти договоренности Не то, что отказался соблюдать Он о них не заговорил Что вызвало напряжение Но сейчас, похоже, стороны близки К взаимопониманию И к продвижению вперед С точки зрения Кремля Это бы означало Серьезный стратегический прорыв На украинском направлении Но можно ли говорить о том Что этот год, уходящий 2019 Стал удачным для Кремля По внешнеполитическим отношениям Ситуация оценивается как удачная И впереди, с точки зрения Российской власти Ну, высшей российской власти Успех за успехом Интересно, что в одном из интервью Буквально недавнем вы сказали По всей видимости, комментируя Очередные задержания Оппозиционера Алексея Навального О том, что он является страховкой Для власти, для Кремля Вот что вы имели в виду Если вы помните Тогда, о чем вы говорили Я вряд ли употреблял Что Алексей Навальный Страховка Он получает информацию Определенного рода В каком-то смысле Она заинтересована в его существовании Поскольку это позволяет Канализировать протест И не то что управлять Но локализовать его Нейтрализовать в случае необходимости Ну, это естественно Если у вас есть только один, два, три Лидера оппозиции Вам справиться с этим гораздо легче Чем со множеством лидеров То есть Навального используют? В каком-то смысле Но так в политике очень часто бывает И это не результат Полистных договоренностей Между ним и Кремлью Навальный ведет свою игру С моей зрения довольно правильно А власть ведет свою игру Это политика Ну вот когда говорят Об определенных персонажах Полезные идиоты Кремля, Белого дома Или кого бы то ни было Можно ли говорить о том Что в России В рядах оппозиции Есть такие полезные идиоты? Я думаю Этот термин употребим Хотя он может быть Излишне груб Речь в данном случае идет О неспособности людей Понять происходящее И сделать из происходящего Правильные выводы Ну и плюс Взаимное недоверие В рядах российской оппозиции К ним в полной мере Применим вывод Алданова Русского писателя Начало и середина 20 века Который в свое время Питно к большевикам сказал Если бы большевики Ненавидели буржуазию Так как они ненавидят друг друга Они бы уже точно Свершили всемирную революцию Если бы российская оппозиция Не так ненавидела друг друга Она бы досталась Гораздо больших успехов Я могу это сказать С полной уверенностью А на ваш взгляд С чем связана Эта внутренняя ненависть? Вы знаете Человеческое Слишком человеческое Еще нечего делить Но уже борется за лидерство И собственно всегда И плюс власти Это используют И подогревают Ну есть идеологические Конечно расхождения Либералам довольно сложно Объединиться А может быть и невозможно С теми кто славит Сталина Вы же понимаете В этом смысле Очень трудно создать Как консолидированный Пусть даже на время Консолидированный Оппозиционный фронт Но Сталин сегодня Является маркером В российском обществе И в российской политике? Да Для значительной части Политического Класса Является маркером С моей точки зрения Это предупреждение Мне кажется Что это Совершенно Такое Надуманное Явление И во многом Приписываемое То есть Власть в принципе Выгодна Когда любая Политическая дискуссия Начинает Водиться К одному пункту Вы как За Сталина Против Сталин умер В 1953 году И проблемы С которыми Мы сейчас Сталкиваемся В Российской Федерации Никакого отношения К Сталину Уже Совершенно точно Не имеют Расследить Преемственность Этих проблем И даже Преемственность Идей Практически Невозможно Поэтому Конечно Это ложная Повестка Напомню Телефон Прямого эфира 672-12-93-9 672-13-93-9 Вы также Можете звонить Уважаемые радиослушатели Задавать вопросы Политические итоги 2019 года Уже уходящего Мы сегодня обсуждаем С политологом Валерий Соловей С нами На прямой связи Также можете писать Ватсап 2306191 Это номер Ватсап В контексте Тех событий Которые происходили В России Вы упомянули Протесты Как такое Знаковое событие 2019 года Также Гонконг И Венесуэла Можно ли назвать 2019 революционным годом? Да я думаю Что Если бы мы взяли Скажем Последние 10-15 лет Мы не увидели бы Ничего неординарного В 2019 году Для России В каком-то смысле Неординарный Такой рост активности Значительный Это впервые С 2012 года Это самая высокая Протестная активность Начиная с 2012 года В следующем году Она будет еще выше Так что для России Это неординарно В целом Для мира Все находится В пределах Статистических Закономерностей Ничего экстраординарного У нас звонок Радиослушатель На линии Здравствуйте Как вас зовут? Добрый день Лариса Да Лариса Я вот хотела сказать Что когда большевики Взяли власть Ведь протесты То были Большей части Москва Петербург А большая часть России Они сидели И занимались Своими делами И я помню Даже в 27-м году Нашли какую-то Деревню В Сибири В которой Вообще Не знали Что существует Советская власть Это одно А второе Я вот хотела сказать Вспоминать Сталина Но ведь Многие сейчас Начали вспоминать Петра Первого И Иоанна Грозного Как твердые Жесткие руки Вот чем это Объяснить? Спасибо Да Спасибо вам Ну Любое Воспоминание О жестких И сильных Лидерах Связано С реакцией На современную Люди Неудовлетворены И в России Очень глубоко Неудовлетворены Тем, что наблюдают Но в поисках Решения Они обращаются С моей точки зрения К самым экстравагантным Фигурам Отечественной Людки Которые Если бы Временные Не могли Это Второе Что Не важно Если бы Кто-то Из современников Хотел бы жить Имея таких Лидеров Как Сталин И Грозный То есть Они хотят Как Кто-то Из российских Наблюдателей Удачно Сформулировал Сталина Для соседа Но не для себя Тем не менее Как вы считаете Можно ли назвать 2019 год Годом Реабилитации Иосифа Сталина В российском Обществе И попытки Реабилитации Это Социокультурная Тенденция Была выражена Гораздо Сильнее Чем Скажем В 2018 Году Я не берусь Судить В силу Каких причин Это происходит По крайней мере Совершенно Очевидно Что власть Этому Не препятствует В российской Федерации И Негласно Оно все-таки В какой-то Не поощря Или смотрит Снисходительно Сквозь пальцы Будут ли На ваш взгляд Усиливаться Репрессии В отношении Оппозиции Потому что Дело фонда По борьбе С коррупцией Алексея Навального Сейчас на слуху Одного из их сотрудников Сослали Как сейчас говорят На новую землю Служить Срочную службу Это такая история Которая потрясла По крайней мере Часть Трунета Вот Что это было На ваш взгляд И как будут Развиваться события Дальше В этом смысле Ну то что было Это довольно Оригинальная форма Репрессивного механизма Такой элемент В целом Конечно Репрессия Будут усиливаться Это заложено В планы Кремля На случай Усиления Протестных настроений И появления Общенациональных протестов Предполагается Интернирование То есть Арест Без предъявления Обвинений Всех лидеров Оппозиции И отключение Социальных сетей В случае Масштабных конфликтов Суверенный интернет Еще одна тема Уходящего года Вот на ваш взгляд Что будет С интернетом И действительно Ли российский сегмент Будет изолирован Начальникам докладывать Что удастся Изолировать Фактически Я полагаю Что это вряд ли возможно И ценой Таких потрясений Которые того не стоили Представьте себе Ситуацию В Москве Падают социальные сети И замедляется Трафик Ну в Москве Или в любом Крупном городе Масса людей Которые политикой Не интересуются Но которые Зависимы От социальных сетей Уже В полной мере Что они сделают Они пойдут На улицы Города Чтобы Выразить Свои недоумения Возмущения И узнать Что же происходит То есть Попытки Введения Рунета Они резко Дестабилизируют Ситуацию В отличие от Ирана Допустим Для чего На ваш взгляд Нужен закон О суверенном интернете Потому что Официально Это преподносится Как защита Сегмента В случае Если допустим Запад решит Россию Отключить Интернета Чтобы он Собственно Продолжил Функционировать Как ни странно В данном случае Официальные Объяснения Соответствуют Во многом Фактическому Интернет Рассматривается Как и социальные сети Особенно Как инструмент Влияния Даже не запада А западных спецслужб Те люди Которые принимают Решение На сей счет В Российской Федерации Абсолютно уверены Что любая Антиправительская Активность В социальных сетях Инспирирована Западными спецслужбами Ну или обманутыми Людьми Вразилием Поэтому Естественный вывод Врага Надо отключить Не дать им Использовать Эти инструменты Ну и плюс Просто готовиться Введение Чрезвычайного положения Вот элементы Этого мы сейчас В Российской Федерации Вся осень И начало 2019 года Это была подготовка К внедрению И внедрению Элементов Чрезвычайного положения Без формального Объявления ЧП В каком случае Кстати Чрезвычайное положение Будет введено Как вы считаете И что должно произойти В случае В случае военного конфликта В частности Со странами Балтии И второе В случае Серьезных Общенациональных Волнений В Российской Федерации Может совпасть О масштабном кризисе Вы говорили В одном из своих Последних интервью Вообще Вот сейчас Наверное Завершая И подводя итог Перспективы 2020 года В политическом плане Какие изменения Ожидаются С моей точки зрения 2020 год Станет действительно Началом Масштабного кризиса Я не решусь Сейчас предрешать Откуда будет Исходить импульс Возможно Из сферы внешней политики Как раз Они изменили Но это кризис Который изменит Всю Россию Он продлится Полтора-два года То есть До 2021 Он изменит Совершенно точно Россию 2019 год Это последний Спокойный год Российской Федерации В ближайшие два года Определяют ее судьбу Насекретия Это повлияет На судьбу соседей Спасибо вам Что вы нашли время И вышли к нам В программу Политолог Валерий Соловей Вместе с ним Подводили политические итоги Уходящего 2019 Спасибо вам Всего доброго И до встречи в новом году Да Ну вы оставайтесь с нами Впереди у нас Климатические итоги года Так что мы Не отключайтесь Уважаемые радиослушатели Мы продолжаем Эта программа Абонент доступен Подводим Итоги Уходящего 2019 Года В первой части Подводили Политические итоги Во второй части Будем Климатологические Да Будем говорить О климатических итогах На прямой связи С нами Климатолог Алексей Кокорин Здравствуйте Здравствуйте Телефон На прямого эфира Напомню 672-12-93-9 Звоните Задавайте свои вопросы Участвуйте в нашей программе Ну этот год Он стал знаменательным Как минимум Благодаря выступлению На саммите ООН Греты Тунберг Как раз Многие говорят о том Что ей удалось Все-таки привлечь внимание К важной проблеме Изменения климата Но каких-то подвижек Определенного рода Вот в этом смысле Так и не случилось Согласитесь с этим Ну вы знаете Ей удалось Как бы просветить Самое молодое поколение Тем кому 15-20 лет Наверное удалось Судя по всему Но Те кто ведут Переговоры Те кто принимают Решения Они в общем Всю эту информацию Знали И знают И поэтому Совершенно не удивительно Что подвижек нет Просто Все дело в том Что крупнейшие страны Будь то США Китай Бразилия ЮАР Россия И даже крупнейшие Европейские страны Такой уж большого Иской проблемы Для себя От той траектории Глобальных выбросов Которая сейчас складывается Не видят Они хорошо понимают Изг для малых Слабых стран Гигантский Некоторые просто Их не будет Это понятно Не будет Но Эгоизм И обладает Вот такая ситуация Ну Грета Тунберг И тот общественный резонанс Который она спровоцировала Пошел на пользу Климатологам То есть Эта история Помогает вам Двигать какие-то идеи Не всегда И наверное Зависит от того Где вы находитесь Мне сложно Судить о том Что происходит В Европейском Союзе Но Европейский Союз Во время Недавней конференции ООН в Мадриде По климатической конвенции Принял очень сильную Стратегию Действия До 2050 года Очень сильную Наверное На это как повлияла Роль общественности Европейский И тут наверное Есть свой вклад И под Гейта Тунберг И масса людей Ее под поддерживающих Что же касается Других стран То тут я Подозреваю И обратные эффекты Во всяком случае На тех же переговорах Где я был Они длились Две недели Крупнейшие Развивающиеся Страны Китай Бразилия Индия ЮАР Равно как Такие страны Как США Япония Австралия Явно решили Притормозить Процесс В частности Они решили Не договориться Об общих Временных Раунх Что это такое Национальную цель Можно принять На скажем 25-35-30-30-й А можно только на 30-й Можно принять На год А можно на промежуток Так Казалось бы Простой технический вопрос А вот не договорились Правила Парижского соглашения Все было уже согласовано Взяли И не договорились Явное желание Просто Притормозить Процесс Может быть В ответ Именно на Такой вот Голос общественности И голос Генерального секретаря И ООН И голос Конечно Сотни слабых Уязвимых стран Так где-то Дать понять Потише Ребята Деньги-то у нас Вы согласны С тем Что журнал Тайм Поместил Грету Тунберг На свою обложку Назвав Человеком Года Это справедливо? Сложно сказать Опять же Наверное Зависит от того Где вы находитесь И в какой стране Вы находитесь В какой обстановке Вы находитесь Я не принадлежу К поколению 15-летних Наверное Им надо судить Об этом Среди них Провести голосование И гораздо больше Так наверное Это правильно Наверное так Но конечно То что это больше Привлекло Внимание К проблеме Это да Есть такой момент Опять же Где? Там где люди Хорошо понимают Проблему И 90% Понимают Что Львиная доля Эффекта За 21 век В целом Человек Говорят Что это Пошло в плюс По России Были Ориентировочные Экспертные Оценки Что наоборот Это пошло в минус Потому что Если Треть Людей Причем На всех Уровнях От окружения Президента До правительства И бабушек И бизнес И экологов Даже Даже экологического Сообщества Треть человек Треть людей По прежнему Категорически Отказываются Принять Что это В основном Из-за человека Ну за 50-100 лет Не единичные Процессы Там Эльнинью Скажем Было и не было Или вулкан Извёкся И прекратил Извергаться Но пока Треть у нас Скептиков Во всех Сферах жизни Даже среди Экологических Актиристов То Призывы Гретой Воспринимаются Как что-то Политизированное А это Только вредит Делу Но изменение Климата Можно назвать Рукотворной Историей Безусловно И однозначный Вывод климатологов Специалистов По физике Атмосферы океана Прежде всего Если мы говорим О периоде 50 лет и больше Будь 50 лет назад Или 50 100 200 300 наверняка Лет вперёд Главная причина Человека Другое дело Что эта причина Накладывается Вернее Несколько воздействий Несколько причин Накладывается На естественные Вариации Где-то В масштабе лет Безусловно Главная Естественная Вариация Где-то Даже десятки лет Могут быть Безусловно Такое может быть Но Как только Берём масштаб Побольше Естественные вещи Сглаживаются А человек Остаётся Вот как раз Противники И скептики Глобального потепления Говорят о некотором Высказывают мнение О некотором Закономерном процессе Что есть климатические Циклы Они изменялись Всегда И в принципе То что сейчас происходит Во всём такой Закономерный процесс Что может быть Об этом никто не спорит Тут просто Непонимание Временных шкал Совершенно Как бы Очевидно Научный Факт Что Приход И уход Ледниковых Периодов Был есть и будет При том Расположении Континентов Которые у нас Сейчас есть И главный Фактор Тут Параметры Орбиты Земли Её вращение Да Но просто Если мы Говорим О ближайших 50-200 лет Влияние Этого Эффекта Ничтожное Есть Да и в континентов В масштабе Динозавров Это очень важный момент Но Ничего не означает Для 21 века Извержение Вулканов Сильнейший Фактор Но только Буквально На 2-3 года Ну и чаще Человек 5 Солнце Конечно Циклы Могут сложиться Так Что будет Как во времена Петра I Когда было Существенно Холодней Кстати Там ещё И океанские Вариации То есть Перераспределение Дало себя знать Когда в Голландии Каждый год Катались На коньках И перевозили грузы По каналам В Китае Такого не было Да Но это уже Другой вопрос Ведь собственно говоря Вот о поводе Этого перераспределения И Гольфстрим Ослабевает И есть прогнозы Его ослабевания Да Это же будет Сильный эффект Похолодания Другое дело Для тех Кто подвержен Влияниям Североатлантического течения А далеко не для Всего земного шара Но можно ли Назвать уникальным То глобальное потепление Которое происходит сейчас Да Можно назвать Прежде всего По его скорости Не по его величине Конечно Такое было В прошлом Безусловно Будет Будущем А вот по его скорости В чем проблема Природы Да наверное И человека Что и белый медведь И северный олень И моржи И прочие животные Там арктические В частности Могут жить При тех условиях Которые Как бы Образуются Но не успевают К ним приспособиться Медведи идут Не охотятся На тех или иных Другую добычу А идут На поселки В поселки И на помойки Где возникает конфликт С человеком ВВФ Организация Работа И мы Ну очень много Прилагаем усилий Что это не привело Просто к гибели животных Ну и гибели людей Тоже конечно То есть Можно ли 2019 годом С точки зрения Климатологов Назвать тревожным Вы знаете Каждый год Тогда можно Назвать тревожным То есть Какое-то Принципиальное Изменение Последние годы Нет То есть Те тенденции Которые есть Они В общем Просто продолжаются И на уровне Базовых знаний Знания не меняются То есть Вот земля круглая Ну Провожу Пример Да Конечно Мы знаем Не круглая Геоид Не совсем круглая И ведь Эти все нюансы Они В процессе разработки В процессе исследования Скажем Арктика За последние Десять лет Теплеет Четыре раза Быстрее Чем Весь земной шар Вот эту цифру Четыре любит Подчеркивать Президент России А другие Президенты Возражают Потому что Не очень понимают О чем будет речь А он имеет Ну скорость За десять лет Выше Шестидесятого Градуса А все что ниже Петербурга Уже не считается Но что все что выше Уже считается Вот это так называемый Arctic amplification Это усиление Там выделяются Разные факторы Но скажем Их роль Та или другая Это еще Предмет исследований Очень серьезных То есть Я хочу сказать Что очень много Действительно Еще непонятного Но очень много Уже настолько понятно Что оспаривать Это просто Несуразно Но насколько Стремительно Идет таяние Арктических льдов И насколько Это серьезный фактор Это очень серьезный фактор И это один из факторов Вот этого Amplification Потому что Это образуется Обратная связь Как только у вас Темная вода Она сразу поглощает Солнечное излучение Нагревается И становится теплей То есть Если у вас Лед толстый Или тонкий Не так важно Только его нет Сразу образуется Скачок Потепления Так И тренд Это совершенно явный Понятный Другое дело Что надо понимать Что очень велика Межгодовая изменчивость И поэтому Когда идет Скажем О сквозном плавании Через Северный полюс Из Роттердама В Йокогаму Или как-то Вот так Коммерческом Не пилотном Коммерческом То тут надо Считать Несколько льда В минимуме В сентябре А Какова Навигационный период И какова Надежность того Что в следующем году У вас Навигационный период Будет действительно 120 дней А не 90 Или вдруг Не 60 И вот эта Как бы Межгодовая изменчивость Она столь велика Что пока Просто рано говорить О коммерческих перевозках Леомиду сквозных Конечно Газ с Ямала Возить Это другое дело Но если говорить О масштабе времени То на каком из них Можно почувствовать Уже будет Почувствовать роль океана Его влияние Чувствуется Во всю Уже сейчас Но в принципе Конечно Это Это некоторый Масштаб десятилетий Масштаб десятилетий Хотя Знаете Опять же Зависит от Где вы находитесь Вот если бы Мы с вами находились В зоне действия Ильниния Будь то Перу Или Индонезия А есть прогнозы Говорящие Что сильных Ильниния В 21 веке Будет Раза в два Больше Чем в 20 Вот это бы Нас очень сильно Задевало Хотя Ильниния Это процесс Двугодичный Как известно А не десятилетия Ну а находясь Довольно далеко От Ильниния В районе Северо-запада России Или в районе Балтийского моря Конечно Нам все Как бы Несколько легче С одной стороны Но с другой стороны Мы живем На одной планете Ну опять же Если говорить О зиме Многие жалуются Что зима Не приходит В декабре И вот сейчас Конец декабря У нас снег Еще фактически Не выпадал И это кто-то Называет Такими природными Аномальными С другой стороны Уже привыкаешь Что зима Приходит позднее Чем казалось бы Приходилось раньше Вот насколько Это научно Обосновано Или это просто Совпадение Нет-нет Это научно Обосновано Причем научно Обосновано Не то что у нас Появляется Какая-то зима Которая никогда Не было Все помнят Пушкина снег Выпал только Белая Но чистота Этих явлений Стала больше Чистота И пожалуй Величина Как бы Пиковых явлений Стала тоже Несколько больше И чистота И величина Пика чуть-чуть Подросла Но в основном Чистота В основном Мы видим По чистоте Что же касается Сдвига То тоже Это вполне Объяснимо Грубая Через физику Атмосфера океана С глобальным Потеплением Которое Вот если задуматься А что есть Глобальное Потепление Это Вышение Энергии Климатической Системы Где Одновременный Прогрев Верхних Слоев Всех Океанов Верхних Слоев Не 50 метров А метров 700 Сотни метров Это Это Есть Глобальное Потепление А Атмосфера Настолько Подвижная И Переменчивая Субстанция Что Она То Теплее То Холоднее То Где-то В Китае Холоднее В Европе Теплее То Наоборот То Арктический Воздух У нас Втеркса То У нас Южный Воздух Втеркса И Вот Возникает Некая путаница Некое Понимание Что Есть Глобальное Потепление То Сегодня Когда Выглядываю В окно И вижу Что Нет Снега Я могу Говорить Смело О том Что Это Результат Глобального Потепления В том числе Результат Глобального Потепления То Что На Естественную Изменчивость Вот Она Была Мы Взяли Толкнули Своим Глобальным Потеплением Немножко Усилив Парниковый Эффект Усили Это На Единицы Процентов Ну Инчеровочно На Скачать Сумеем Так А уж Если Мы Шкаф Начнем Двигать С посудой Подвинем С трудом Перебьем Все Медель Перебьем Всю Посуду Потому что Качаться Будет Есть такие Заявления Были И раньше И есть Сейчас Что Страны Балтии Ввиду Своего Климата Выиграют От Глобального Потепления Насколько Это Есть Пословица У соседок Хорова Сдохла Пустячок И приятно Но Нехорошая Пословица И Конечно Ущерб Стран Балтии Меньше Чем Других Странах И континент Безусловно Во всех Отношениях И И не будет У нас Никогда Тропических Циклонов То что у нас Не было Никогда Ниоткуда Не возьмутся Не придут Так земля Вращается Не придут Так И не будет У нас Столь чудовищных Наводнений Как характерно Для гор Ну нет У нас горных мест И даже Подъем уровня Мирового океана В Балтийском Слабее всего И тоже Совершенно Объективных Причин Да Но все равно Это гораздо Больше в минус Чем в плюс Это кстати Подтверждают Медики Которые Ну конечно Декабрь Теплый Как бы это Хорошо Приятно А дети Болеют Больше А сон Толшканер Психических Заболеваний Больше Это конечно Лучше не ко мне А к медикам То есть В общем-то Мало чего Хорошего А смерчи Которые Ну участились В нашем регионе Это тоже причина То есть Смерчи Это ведь Результат Грубо говоря Смерчи образуется Когда есть разница Между чем-то Чем-то Разница давлений Ну для Северо-запада России Для Балтийского региона Это очень редкое Явление Наверное Сто редкое Что рано Проводить Какие-то тенденции Пытаться Выискать Но если мы Возьмем Степную зону В Ростовской области Ставропольский край Да Участились Да там больше Перепады Вот эти И в целом Климат Опять же Становится И погода Становится Не какой-то Совсем другой Становится Более нервный Это я конечно Придумал Это еще В 85-м году Сказал академик Александр Михайлович Обухов Что нисколько Климат изменится Сколько станет нервным Вот мы это и видим То есть Будет ли Такое Сглаживание Циклов Классических Зима Лето Осень Нет Нет Это скорее Расшатывание Этих циклов То есть То у нас Период Теплый То холодный Теплый То холодный И говорят Амазка Какая теплая Зима И забывают Что в начале Ноября Было очень холодно А какое у нас Было холодное Лето Действительно У нас в июле Было очень холодное Лето Но июнь Это было очень теплым Поэтому даже Пожалуй Оперирование категории Сезон Три месяца Это несколько Чересчур Неправильно Правильнее говорить О месяце Вот Росгидромет Он в тех докладах Которые мы видим Квартальных Дает месяц И аномальность Данного месяца Считают Это более показательная Вещь Потому что Сезон Он сглаживается И разными месяцами Внутри И сглаживается Как-то в умах Людей Они запоминают Ну как правило Все худшее К сожалению Как холодное лето И неправильную зиму А реально Это все более Как бы дробно И характерный Период Аномалии Он все-таки Не сезон Мы наверное Несколько недель Может быть месяц Ну полтора От силы Каким образом Общество может Подготовиться К последствиям Глобального потепления И может ли вообще Сначала Конечно может Сначала Ообщество Должно понять И не только Молодое поколение Которое помогает Наверное Грета Но и даже Более старшее поколение Потому что Ну надо понять А если проблема Понята То дальше Уже следуют Действия Они двоякие Это и адаптация Потому что Просто нельзя Все что До середины века Грубо говоря Предопределено Хотя бы Из-за той же Инерции океана То есть Мы не можем Это рассчитать Детально Но мы на это Уже почти Не можем повлиять А вот то Что во второй плане Веке Конечно очень сильно Зависит от выбросов Парниковых газов От того Как человечество Будет по какой Траектории идти Особенно Конечно зависит Для уязвимых районов Либо для каких Таких Более уязвимых Особенностей района Скажем В целом Климат Южной Сибири Вот я гляжу на карту Будет вполне благоприятным Но число пожароопасных дней Умеется тут Гоимость лесов Будет гораздо выше Может клим у вас Будет прекраснее Только дышать Будет нечем Потому что лес Будет гореть Так То есть Вот эти моменты Тоже нужно Очень учитывать Но опять же Это разница Во второй плане века И поэтому Наверное Что политикам Что бизнесменам Как-то так Вольготно От такой вот Дальней дистанции Но Действовать надо И сейчас В этом Многие страны Евросоюза Скандинавские страны В общем Пример таких действий Наверное Этому надо следовать Ну вот Есть же примеры Когда человечество Объединилось Для того Чтобы решить Проблему В частности С озоновыми дырами Тогда резко сократили Выброс фреона То есть Ну Фреона Содержащих газов Соответственно Есть опыт Такого взаимодействия То есть Сейчас угроза Не так очевидна Почему и сейчас Не предпринимают Нет Нет Просто Сейчас Угроза глобальна Она гораздо больше Вот есть еще один пример Там С озоном Очень много сложностей Есть пример Кислотных дождей Которые в 70-е 80-е годы В тех же Скандинавских странах Там многие озера Были просто мертвые Из-за кислотных дождей Нас в детстве Пугали ими Кстати Я помню Ну да Нет Я помню Их тоже вполне Вот Как и Лондонский смог От которого люди Сильнее болели Туберкулезом Думали что это Климат такой Оказалось что это От сжигания угля Тонкая вот эта Взвесь Кислая Ну Люди Этим дышат Это более Локальные проблемы Как если Кислотные дожди Локальные проблемы Европы Северной Европы Прежде всего были Ну Китая Тех или них мест Так озон Это более локальная Проблема Мировой экономики А здесь задействована Вся мировая энергетика Мировая энергетика Основа основ И поэтому Сдвинуть ее Конечно Очень сложно Но сдвиги Есть Безусловно И вот У всех наверное На слуху То что Человечество Начало уходить От угля Это действительно так Хотя я бы сказал Что от угля Конечно уход есть Но пока только По сравнению С Как бы Бизнес Изюжил То что называется То есть Темпы роста Угля Уменьшились То есть Вниз пока еще Не пошло А вот если мы возьмем Финансовую сферу Банковский сектор Причем не только Европейский уже Не только Европейский инвестиционный банк То тут Тренд Очень явный То есть Тренд на То что Считать все Что с высокими выбросами Продуктового газа Удельными конечно Не абсолютно Единицу продукции Все это считать исковыми А если Раз это исковый проект К нему более исковые Претензии Соответственно Проект у вас будет Переходить уже Из надежных Более исковые А уже будет Больший процент Деньги вам дадут Уже под больший процент Дальше Он уже будет Конкурировать С какими-то Аналогичными Исковыми процентами На IT Фармацевтическом И вот происходит Вот это вытеснение И вот финансовый сектор Даже России На это уже Стал реагировать Это было Очень наглядно Видно Часто на конференции В Мадриде Я бы сказал Что это очень Позитивная черта Этой конференции Что там было Много людей Высокопоставленных Сильно высокопоставленных И банковского сектора Они координируют Свои действия Глядя на чуть большую Перспективу Чем 5-10 лет А лет на 30 вперед У нас звонок Радиослушательная Здравствуйте Да, слушаем вас Алло Да, слушаем вас Здравствуйте Вопросик такой Достаточно интересный Как ваш гость Оценивает Ситуацию С выбросами Которые Связаны С природными Явлениями Потому что Я читал Такую статистику Что СО2 Который выбрасывается Человеком На самом деле Это Очень маленький Процент От всего углекислого газа Который образуется На земле Во-первых А во-вторых Мне бы хотелось бы Ему сказать Что С Греппи Не согласны Не по поводу Глобального потепления На мой взгляд С ее истериками Ее необразованностью Да То есть И поэтому Да Она очень многих бесит Но это не значит Что Скажем Все отрицают Глобальное потепление И все Возможно Кто-то отрицает Например Не глобальное потепление А то что человек В этом виновен А не климатические циклы О которых Я извините Не слышал Что вы упоминали Спасибо Спасибо вам Упоминали Мы говорили Они были Есть и будут И мы подчеркивали Что на естественную Изменчивость Там не всегда циклы Вулкан же не цикл Извергся Назад Да Накладывается Воздействие человека Ну смотрите Вот про СО2 Да Совершенно верно Потоки СО2 Между Океаном Атмосферой Между Сушей Экосистемами Атмосферы Огромные Ну в десятки раз больше Можно посмотреть Последний Обзор Всемирной Теологической Организации На сайте Ее Там очень Как бы Наглядно Это показано И вот тот вопрос Который вы задавали Он действительно Очень остров Стал лет 20 назад Когда еще Не было доказательств Из-за топного Анализа Прежде всего Что удивительная вещь На фоне Огромных потоков Они оказываются Сбалансированными И то Чем прирастает Атмосфера Этот СО2 Действительно Преимущественно Отжигание Неископаемого топлива Содержание Изотопа Ц-13 Там иное Чем просто Дыхание Систем То есть Увы Это так Хотя потоки Конечно Огромные Насчет ГЛЕТ Я совершенно С вами согласен Да Я так Может быть Несколько Упростил Ситуацию Да То Как она Выражает Свои мысли И некоторые Так сказать Скажем так Научно некорректные Высказывания Они конечно Многих Отталкивают Безусловно так Но опять же Она наверное Обращается К людям 15-летним Мне ли судить Об этом Наверное Точно не судить Это же даже Не мои дети Это внуки И был вопрос Про циклы Да Про циклы Мы уже говорили Это все очень Внимательно Учитывается И даже Моделируется Каким образом А что будет В 21 веке Если будет Скажем снова Друг Маундеровский Минимум То есть Если снова Наложатся Солнечные циклы Которые мы Знаем достаточно плохо Мы хорошо знаем Там 11-летний А 200-летний А 45-летний А 60-летний Там они очень разные Да Подводя итог Нашего эфира Что ожидает Нас в 2020 году Что можно Спрогнозировать Что будет Знаете Вопрос в 2020 Вопрос к синоптику А если говорить О климатологе То он ответит Он так Что нас ожидает В 20-е годы Ну да На более долгую перспективу Вот Главное Георгическое обсерваторе В Петербурге Они считают Нет Меньше чем 10 лет Просто несерьезно Ну это искажение будет информации Всем до прогноза Лучше 20 Нас ожидают Увеличение частоты Тех же явлений Которых мы видим сейчас Безусловно Не то чтобы у нас Как бы В Москве не будет Плюс 45 И в Петербурге Тем более Или на побежье Балтийского моря Ну вот те пиковые температуры Или вот те пиковые случаи Причем и с температурой И с осадками То есть осадки Впадают более эско Больше так называемых Конвективных осадков Что имеется ввиду Что вместо грубых 10 дождичков 2 ливня Вместо 10 снегопадов Приятных 2 таких Что весь город замирает Ну что ж Спасибо вам Да Что вы нашли время И вышли в прямой эфир Программы Абонент доступен Климатолог Алексей Кокорин был с нами На прямую связь Спасибо вам большое Всего доброго И до свидания Хорошего вам климата И с Новым годом Всего доброго Всего доброго